Всем доброго времени суток. Видеоблог получился затяжным из-за подробного объяснения и показа всей процедуры переноса данных жестких дисков, которые выходят из строя. Показывать буду все на реальных примерах, а также покажу как понять, что жесткий диск выходит из строя. На используемые технические средства ссылки есть в описании и также напоминаю про свою группу и каналов Telegram, ссылка на которые также найдете в описании и в шапке канала. Вроде все сказал, а теперь можно начать. Вот пример. Ноутбук, который категорически отказывается откликаться на что-либо. Замечу, что операционная система свежая и встала она без проблем. Включается только удержанием кнопки включения, на повторный запуск не дает никаких результатов и даже если рабочий стол запустился, стынет и ничего сделать нельзя. Продолжение следует... А это другой пример. Системный блок, в котором для начала поменялся та шлейф и кабель питания, дабы убедиться, что точно вся проблема в жестком диске. При каждом включении система предлагает способы запуска операционной системы, что уже говорит о некорректном выключении или неисправленном винте. Продолжение следует... Продолжение следует... Заменил неисправный на новый, установил винду, а также драйверы и программы. Кстати, когда винт сыпется, при установке программ вылетают ошибки. Продолжение следует... Снова вернемся к ноутбуку и вот одно техническое решение переноса данных. Это корпус карманного жесткого диска. То есть, вставляете туда неисправный винт и через USB переносите данные. Наверное, у вас появились вопросы, почему бы не проверить в Виктории жесткий диск? Потому что это очень долгая процедура, а те способы, которые я предлагаю, они помогают понять по ходу дела. Следующий вопрос. Можно ведь установить винт вторым и перенести все данные? Да, можно, но на ноуте этого не сделаешь, а на стационарном могут возникнуть проблемы с загрузчиком групп, когда операционники столкнутся вместе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Также замена жесткого диска на ноутбуке показана в начале выпуска. Перенос данных, но уже с другим устройством и оно док-станция. То есть док-станция посредством USB подключается к компьютеру, в него вставляются жесткие диски на 2,5, 3,5 на ноут и на стационарах, после чего он определяется в системе как дополнительный накопитель. Дима Торзок Дима Торзок В принципе док-станции бывают разными на разное количество носителей, так же как и боксы для жестких дисков. Дима Торзок Насколько эта информация была полезна решать вам, а мой видеоблог подошел к концу. А я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.